Всем привет, дорогие друзья! И добро пожаловать на канал, коротко, а не коротком. С вами Кин, и какого хрена творится с финалами сериалов? Но давайте по порядку. Итак, 10 сентября 2021 года вышел финальный сезон горячо мной любимого сериала Люцифер. И перед тем, как мы поговорим о финале, давайте освежим память и вспомним, о чём же в целом был сезон. Сразу говорю, будут спойлеры. Но спойлеры не только к Люциферу. Так что, если услышали название какого-то сериала в видео и подумали, ага, я его ещё не досмотрел, или не смотрел, но хочу посмотреть, то лучше вырубайте. Ну а если для вас это не так критично, то приятного просмотра. Сразу скажу, я возьмусь только за центральную сюжетную линию. И опущу всякие расследования и прочее. Сезон начался с того, что Люцифер готовится стать богом, но оттягивает момент, зависая на земле. Где из будущего к нему прилетает дочь, обвиняя его в том, что она росла без него. А он, скотина такая, ушёл неизвестно куда в день Икс. Само собой, Люцифер поначалу не верит, что Аврора его дочь, но позже убеждается в этом. После чего он уже не верит, что может бросить Хлою по каким-то причинам. Я никогда бы тебя не бросил. И всячески старается избежать места и времени из предсказаний дочери. Но волею случая предсказание Авроры сбывается. Но немного не в том ключе, что она думала. Люцифера не убивают или ещё что-то в этом духе. Вместо этого он осознаёт мысль того, что он не должен мучить души в аду, а должен помочь обрести им мир. Он сказал, что аду не нужен хранитель. Он прав. Нужен целитель. Ну конечно, всякие маньяки, насильники и педофилы именно что заслуживают мира. А Минадиль на себя берёт тем временем роль бога. А Люцифер по убедительной просьбе дочери идёт в ад реализовывать идею исправления. Аврора уходит в своё время, Хлоя рожает, воспитывает дочь, и дожив до старости, встретив вернувшуюся дочь, умирает. И само собой попадает в рай, где её встречает Аминадиль и отправляет к Люцику. Влюблённые снова вместе, минуточку. Слезали? Концовку слезали! Где-то я уже видел такой финал. Но где? Может в каком-нибудь Торчвуде? Ммм, нет-нет, вроде нет. А может восстаться в живых? Похоже, конечно, но нет. Так, давайте ещё раз. Один из главных героев умирает, второй живёт, умирает и встречается с первым, но по ту сторону. Ладно уж, чего ходить вокруг да около, мы уже видели такой финал, Сабрини. А до неё в сверхъестественном, а до него в дневниках вампиров. Детали, конечно, разнятся, но шаблон один. Хотя со сверхами копипаста чуть ли не кадр в кадр. Я вот не пойму, Джерик Брухаймер подумал, что никто не досмотрел суперов до 15 сезона, значит можно копипастить оттуда? Или что? То есть теперь каждый сериал, связанный с раем, адом или местом после смерти, будет так заканчиваться? Ох, во славу сериального бога, спасибо, что хоть волчонок не поступил по-скотски. Ну вы поняли, по-скотски. И дал нам другой финал. Он мне не особо, чтобы нравится тем, что он открытый, а вы знаете, как я не особо люблю открытые финалы. Но в этом-то и суть. Мне он не нравится, а кто-то его любит. Я могу негодовать, а кто-то-то будет в восторге. Как по мне, финал и должен быть такой, чтобы вызывать смешанные эмоции. Думаю, это понятно, но я всё же уточню. Уже на моменте монтажа официальный аккаунт сериала опубликовал новость о том, что волчонок получит продолжение. В виде полнометражного фильма в 2022 году. В принципе, с чем я могу поздравить всех фанатов сериала. Но в этом видео я говорю о финале, который мы имеем сейчас. Ну а финалы по типу Люцифера, Дневников вампиров, Сабрины, Супернатурала слишком стерильные. По сути, они для всех. К ним невозможно придраться. И чёрт возьми, это идеальная формула. И теперь реально каждый сериал, связанный с жизнью после смерти, может заканчиваться именно так. Само собой, такие финалы сработают и вызовут слёзы радости, если вы росли с тем или иным сериалом. Как, например, я со Сверхъестественным. Ну а во всех остальных случаях, смотря четыре раза одно и то же, это вызовет эмоции примерно... никакие. Почему нельзя было сделать что-то новое, вызывающее гнев, радость, отчаяние, недоумение, да всё что угодно. Как вариант, сделать, например, такой финал. Люцифер отказывается от своих сил и становится человеком. Но так как дочь он зачал ещё во времена, когда силы были, то она рождается ангелом. И само собой, теперь Хлоя и Люци должны обучить её, как быть ангелом и в то же время человеком. Выделить на это одну, две, три серии и сделать открытый, красивый финал, показывающий, что у всех всё будет хорошо. Так, да, я понимаю сразу несколько претензий. Как Люцифер откажется от сил? Да так же, как ангелы умеют путешествовать во времени. Можно придумать какой-нибудь способ, древнюю руну какую-нибудь, например. Дальше, кто будет править адом? Да кто угодно, введённый в сюжет. Или, например, показать повзрослевшего сына Аминадиля, который хочет взять на себя эту роль. Или та же подросшая Аврора. После этого нет пути назад, Рори. Ну и в-третьих, если это реализовать, то утратится сюжет с перемещениями во времени. Ну, тут ответ прост. Выкиньте его нахер. Пошёл нахер! Я уж молчу о том, что если бы Аврора в своём времени просто слетала в царство отца, проверить, нет ли там отца, то сюжет сезона вообще бы сломался. Пошёл нахер! Кстати, о сюжете. Дочь главного героя приходит из будущего сказать, что отец исчезнет в событии Икс. Всё меняется, отец в порядке, дочь исчезает. Ничего не напоминает? Ещё раз ты наша дочь? Ты из будущего? Да это ж пятый сезон Флэша, блядь. Люцифер, серьёзно? Флэша? Думал, мы не заметим. Заметили. Просто огромное количество сериалов. А ты выбрал эту арку. Снова же, конечно, детали разнятся, но шаблон, как и тогда, один. Итого мы имеем не шикарный финал Люцифера, а солянку из заимствований. И знаете, я бы простил такой расклад какому-нибудь мелкому шоу с небольшой фанбазой. Но сериалу, за который бились фанаты в соцсетях, и я в том числе, я простить такого не могу. Хотя, чему я в принципе удивляюсь? Тут же комбо не только из слизанных сюжетов, но и шикарных студий. Одна студия пихует современные тренды везде, где это уместно и нет. Ложа болт на мнение зрителей. Вторая студия просто ложит на зрителей. Отсюда и такой финал, который финалом язык-то не поворачивается назвать. И знаете, что я скажу? Как по мне, с таким финалом уж лучше бы шоу закрыли ещё тогда. Пускай на незавершённой ноте, но зато на оригинальной и красивой. Но, конечно же, это только моё личное мнение и негодование. А как вам финал Люцифера? Пишите в комментариях. Ну а на этом у нас всё. И всем большущее спасибо за просмотр. И если вам понравилось данное видео, то буду благодарен за лайк и подписочку. А в описании я оставлю ссылки, по которым вы при желании можете поддержать канал. Также я оставлю основную информацию о сериале. И ссылки на мой инстаграм, вдруг кому всё-таки интересно, и группу ВК. В которой мы выкладываем различные новости кино и сериалов. Ну а я же, как обычно, пожелаю вам только интересных сюжетов. И увидимся в следующей серии. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok